Необычный фонтан, который будет работать и летом, и зимой, появится в Первомайске. Летом он будет, как обычно, водяной, а зимой световой. Этот проект стал победителем программы поддержки местных инициатив в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, в Первомайске был реконструирован парк. Первый раз, когда я увидела нашу обелиску уже в новом виде, у меня даже до сих пор не могу смотреть, и даже слезы на глазах наворачиваются. Раньше у нас его подключали к газовому баллону, а сейчас он у нас подключен к центральной газовой сети, так что он у нас постоянно горит. Нравится то, что делается все в комплексе. Не берется какая-то частица, а берется сразу все в комплексе. Например, и памятник, и площадь, и фонтан. И получается целая огромная площадь благоустроенная, где можно отдохнуть, можно посидеть, почитать, поиграть, выйти с детьми. Посещая этот парк, дети окунаются в сказку, они знакомятся с новыми героями. Здесь есть Змей Горыныч, очень чудесный, Баба Яга, Добрыня на входе стоит, нас встречает, теремок, избушка, кот по цепям ходит. То есть ребенок, попадая сюда, именно попадает в атмосферу сказки. Сама площадь уже имела неприглядный вид, и ветераны вышли к нам с инициативой о том, чтобы привести площадь в порядок. И здесь нам помогла федеральная программа «Комфортная городская среда». И сегодня ведется демонтаж прежних плитпокрытий. Проект всей площади предусматривает еще и реконструкции фонтанной зоны, и освещение. Мы эти объекты включили в программу поддержки местных инициатив. На этом примере мы как раз показываем, что комплексное освоение территорий в рамках всех программ, которые мы сегодня используем по региону, оно даст, несомненно, замечательный результат. Продолжение следует...